Доброе время суток, зрители канала Траварт. Сегодня небольшой обзор сайта Исследовательского института пермакультур о поршневых насосах без электроэнергии. Статья «Гидравлические поршневые насосы». Данную статью вы найдете в описании под данным видео, переведенную на русский язык. А теперь давайте приступим к изучению схемы работы данного гидравлического поршневого насоса. Первоначально вам нужен источник воды. Желательно это небольшой ручей, либо это родник. В любом случае вода должна находиться в емкости, она обозначена номером 3. Также имеется фильтр, чтобы частички грязи не попадали в данный насос. Вода под силами гравитации падает вниз. Допустим, что здесь уровень падения 1 метр. Падая, вода закрывает клапан номер 1, и под давлением воды клапан номер 6 открывается. И данная емкость номер 7, она набирается водой до того уровня, когда давление воздуха в данной системе начинает возрастать. Это давление воздуха закрывает клапан 6 и подает воду через обратный клапан номер 9 в трубу номер 8. Как мы уже говорили, вода, допустим, падает с уровня 1 метр. Такое падение может поднять воду вверх до 7 метров. Конечно, все зависит от диаметра труб, которые подают воду. Но если мы поднимем уровень падения до 2 метров, то данная вода будет подниматься до уровня 14 метров. Отношение 1 к 7. Далее рассказывается о других видах насосов. Например, улиточный насос. Большое колесо, которое вращается. Не очень подробно, но в принципе общее понятие у вас будет, и вы сможете найти данную информацию в интернете. Увидеть работу данного насоса физически вы можете во многих фильмах самого Хольцера. Он подробно рассказывает, где, как он их использует и куда он закачивает воду. Спасибо, что смотрите наш канал. Заходите еще, задавайте вопросы. С удовольствием будем на них отвечать. И будем готовить следующие наши статьи. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok